Как будут развиваться химки в ближайшие пять лет? Этот вопрос обсудили сегодня на городском совещании с главой муниципалитета Дмитрием Волошиным. В сфере жилищно-коммунального хозяйства необходима реконструкция сетей, коллекторов, а также водопроводов, например, в микрорайоне Новогорск, что обеспечит местным жителям потребление более качественной воды. Также в списке задач наведение порядка в тарифах ЖКХ и управляющих компаниях. Кто сегодня управляет нашими домами? Выполняет ли они программы, которые сегодня предписаны? Ремонтируют ли они подъезды, а если ремонтируют, то в каком качестве? То есть все это и есть та задача, с которой нужно краткосрочным наводить порядок. Строительство социальных объектов также в приоритете, а сегодня в этом вопросе химки уже лидируют среди регионов Подмосковья. В городском округе за последние пять лет построили больше 30 детских садов и свыше десятка школ. Нехватка образовательных учреждений пока сохраняется в микрорайоне Подресково, но ее устранят. Также на заседании обсудили строительство новых спортивных объектов, переоснащение домов культуры, реконструкцию ДК Родина и парка имени Льва Толстого. Глобальной темой для обсуждения стала реконструкция дорожной сети и строительство Машкинского путепровода. У нас есть 93 меры, которые позволяют сегодня разгрузить в части нашей дороги минимум на 30%, что будет ощутимо для всех. Обратить на это внимание. Также очень важный момент – это микрорайон Левобережный, который фактически отрезан сегодня от центральной части города. И необходимо нам дорожное сообщение. Не обошли стороной тему расстеления ветхого фонда. Подготовили 45 площадок для строительства новых домов, где будут выделять квартиры. Также на заседании подняли вопрос открытия новых поликлиник. Жители нескольких жилых комплексов в старых Химках сегодня пользуются услугами врачей в Клязь-Мастарбеево. Проблему с удаленностью медучреждения поставили на контроль. В рамках акции «Неделя без турникетов» в совещании и кулуары администрации Химок посетили школьники. Здесь им объяснили тонкости государственной службы, в чем ее плюсы и минусы. Глава Химок Дмитрий Болошин лично рассказал ребятам, что главное в работе чиновника – как важно прислушиваться к просьбам жителей. Ведь люди приходят не только сказать спасибо или вместе с ними пить чай. Они приходят на прием и они говорят совсем другое. Они высказывают чиновнику все, что они думают о нем, о городе, о его работе, о его команде. И чиновник должен уметь первое – делать выводы, второе – слышать этих людей. Он не должен отворачиваться. Узнать больше об интересных профессиях ребята смогут не только в течение этой недели. Следующая неделя без турникетов пройдет весной 2019 года.